В Луганске 12 часов Здравствуйте, в студии с новостями к этому часу Александра Замета Административное здание шахты Черкасская в Зимогорье по уточненной информации получило повреждение в результате нанесенного киевскими силовиками удара ракетой ТОЧКО в предыдущие сутки Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК Ранее сообщалось, что в результате обстрела Зимогорье получила ранение женщина Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам обстрела в населенных пунктах ЛНР и ДНР со стороны киевских силовиков Как сообщили в ведомстве, дела возбуждены в отношении военнослужащих 24-й и 30-й отдельных механизированных бригад ВСУ, 25-й парашютно-десантной бригады, 56-й отдельной мотопехотной бригады По данным следствия, 19 и 20 июня военнослужащие данных формирования отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Первомайск, Попасные, Ирмина, Стаханов, Красный Луч и Калинова Доставленный из Российской Федерации в Луганск асфальтобетонный завод произвел первые 450 тонн асфальтобетонной смеси Об этом сообщила прислужба администрации Луганска Монтаж асфальтобетонного завода осуществлен в столице республики силами специалистов из Российской Федерации, прибывших ранее в Луганск для ремонтно-восстановительных работ В настоящее время ведется строительство подъездных путей к заводу Московские специалисты продолжают работы в системе водоснабжения столицы ЛНР По состоянию на сегодняшний день было восстановлено 900 метров трубопровода на улице Республиканская В данный момент выполняются работы по промывке водовода Кроме того, специалисты восстановили скважины Петровского и Айдарского водозаборов Осуществили ремонт канализационного коллектора по улице Ватутина Сегодня очередной порыв на Ровеньковском магистральном водоводе оставил без воды Ровеньки и часть Свердловского района Об этом сообщили на предприятии Луганскводатом Отметили, что специалисты Южного управления предприятия выехали на трассу водовода для определения места повреждения и проведения аварийно-восстановительных работ На этом выпуск завершен, оставайтесь с нами Вести Плюс Первое о главном Вести Плюс Ну а мы продолжаем программу «Здесь и сейчас» в прямом эфире радиостанции Вести Плюс Луганской телеканала Луганск-24 У микрофона по-прежнему двое ведущих Ярослав Замета и Юрий Свидерский Добрый день Ну а у нас в гостях Александр Владимирович Лайко, правильно? Да, старший преподаватель кафедры электромеханики Луганского государственного университета имени Владимира Даля Ну что ж, начинается уже скоро вступительная кампания, да, и вот факультет приборостроения электротехнических и биотехнических систем набирает абитуриентов Чему учат у вас? Ну, во-первых Ближе к микрофону, да Приемная эпопея уже началась Да? Да, где-то уже недели-две идет В этом году немножко пораньше, но пока в защиточном состоянии То есть, ну, аборты потихоньку набираем Ну, касательно того, что, кого мы готовим и для чего готовим То есть, наш факультет состоит из трех кафедр Это кафедра электроэнергетики, электромеханики и приборов Ну, все приборы, все наши кафедры, все, в принципе, электрические Все основано на электричестве Поэтому основной контингент это у нас молодые ребята Девушек, ну, по факту маловато Чуть ближе к микрофону По факту девушек маловато Но, тем не менее, все происходит На данный момент на факультете учатся порядка 420 студентов И 120, это заочная форма обучения, 120 человек Ну, что касательно кафедр, ну, я немножко начну с истории Самая, как сказать, старая кафедра, это кафедра электромеханики Она начинает, свою историю начинается с 1946 года Под разными названиями кафедра электротехники, ТОЭ Электрические машины, аппараты, ну, и так далее То есть, в процессе развития сначала машинститута, а потом университета Кафедра меняла свое название, ну, суть, в принципе, осталась прежней То есть, это подготовка специалистов в области электротехники И всего, что связано с ней Ну, в настоящее время на кафедре работает доктор наук Причем доктор наук у нас заслуженный деятель науки У него очень много выпускников аспирантуры 90% преподавателей факультета, это его выпускники аспирантуры Которые в настоящее время работают на факультете На кафедре у нас один профессор Шесть человек кандидатов наук Старших преподавателей два и один ассистент Готовим мы специалистов в области электротехники Что это значит? Это специалисты, которые заняты на производстве, связанном с электричеством То есть, это различного рода электрические машины Которые повсеместно используются на производстве И не только на производстве, в быту Без электродвигателя мы не обходимся Та же автомобильная техника, та же самая, без электродвигателя не обходимся Тем более, последнее время, это электромобили Ну, кстати, да, вот в России сегодня вы выпустили первый электрический грузовик Ну, да, была информация по этому поводу, да Ну, это все пока в зачаточном состоянии Там много проблем своих выплывает Но, тем не менее, я так думаю, что со временем будем ездить на электромобилях Далее Это то, что касательно электрических машин Помимо суда относятся различного рода трансформаторы Которые используются для передачи электрической энергии От генераторов к потребителям Ну, различного рода потребители То же самое, это все электротехнические устройства Далее То, что касательно производства электроэнергии Это тоже самое электрические машины Это все наши специалисты Которые проектируют, обслуживают, ремонтируют эту технику Ну, это самое Для того, чтобы овладеть этими знаниями Надо иметь твердые знания в области физики, химии Математика, это основное Ну, а все остальное уже мы научим Там много дисциплин К тому же, допустим, тоже электродвигатель сам по себе не используется Он используется обычно как привод В быту чаще всего это насос, скажем Ну, насос это самое простое Это самое простое, да, я же говорю А в производстве, допустим, тоже привод То есть, это система, которая, допустим, связана с другими устройствами И связана посредством электроники То есть, помимо того, что надо знать устройство машин Нужно еще знать и электронику, и знать систему управления Ну, то есть, это все, чему мы обучаем А что сдается для поступления? Для поступления сдается математика Иностранный язык Потом русский язык, по-моему И все А кем и где работают и могут работать ваши выпускники? Ну, в первую очередь, это, допустим, тот же электромеханик на заводе Либо механик У нас электромеханик Сама по себе электрическая машина не используется Либо это в составе какой-то привода, допустим, тот же станок Либо в составе какой-то машины Причем эта машина может иметь несколько этих приводов Тот же, допустим, промышленный робот Ну и так далее То есть, потом специалисты В области электроснабжения То есть, те же трансформаторы Те же линии электропередачи и так далее То есть, допустим, очень широкий спектр Применения знаний, полученных у нас на кафедре А практику они проходят? Ну, практику Сейчас это с этим плохо Но, тем не менее, проходят То есть, люди находят предприятие Где можно ознакомиться С тем или иным электрочистическим оборудованием Ознакомиться и так далее То есть, основной у нас это электропарадный завод Там, где занимается Извините, не электропарадный Электромеханический завод, да Там занимается ремонтом машин То есть, там есть полный цикл ремонта То есть, там полные разборки Восстановление, сборка, испытания и так далее А вот на наших производствах Пускай в республике Где наибольшее количество скоплений Скажем так, электрических машин Где может Душа инженера-механика По специальности электротехник Может развернуться Ну, допустим Шестинская ТЭЦ, наверное Ну, Шестинская ТЭЦ, это генерирующее предприятие Это специалисты по генераторам Генераторы, передачи электроэнергии То есть, те же трансформаторы, те же линии электропередач Из машиностроительных заводов Тоже завод автоклапанов Дальше завод маршал Там есть станков побольше, да? Да, да, где станков побольше Дальше завод Лутунский завод прокатных волков Металлургическое производство Алчевских коммунаций Алчевских металлургических комбинаций То есть, там То есть, горнодобывающая промышленность Это те же конвейеры Те же насосы Те же различные комбайны Вольны, к примеру То есть, это все электрическое Все на электрической тяге Да, все на электрической тяге Ну, а без нее сейчас в нашем мире никуда Да Где вас требованы специалисты Вот помимо ваших названных Вот я знаю, вот здесь Когда студия Давным-давно еще Когда только закладывалось радио Здесь всю коммуникацию Это же все прокладывали полностью На студию Там на звукооператорскую Там везде отдельные щитки Ведь это все рассчитывает Надо и сечение проводов на нагрузку И сколько подается Это все считается Все считается Причем должна быть Допустим, если говорить о студии Должна быть Электромагнитная совместимость Между оборудованием Между теми же кабелями И все прочее То есть, существуют определенные правила Которые необходимо знать и выполнять Не просто проводки Да, не просто проводки Как-нибудь и куда-нибудь Ну, а скажите, пожалуйста Какими чертами характера Нужно обязательно обладать Для того, чтобы поступать к вам И чтобы это было не только обучением Но еще и работой И это же и хобби В общем-то на всю жизнь Это же постоянные опыты В процессе работы И чем наоборот Если чего-то нет То даже не пытайтесь Ну, потому что Где-то нужны усидчивость Как на шахматах А где-то, извините Нужно наоборот Бежать в спринтерский марафон Дело в том, что Допустим, эксплуатация Электро-технического оборудования Это касается всех специальностей Так или иначе Приходится эксплуатировать Какое-то оборудование Необходимо знать его Необходимо иметь Какое-то логическое мышление Иначе до проблемы Добраться будет очень сложно То есть его логика Логика Усидчивость Дальше Желание работать То есть работа должна быть интересной То есть она помимо материальных По ширине должна приносить Еще и какое-то моральное удовлетворение Вот я сделал то-то, то-то Какой я великий В таком плане То есть Нужны какие-то Не просто так, что пошел Получил диплом А потом не знаешь, что с ним делать То есть должно быть желание И умение применить свои знания То есть в эту профессию идти лучше Уже целенаправленно И уже настроив себя Ну не только Я так считаю, что это в любой профессии так В любой профессии А не считаете ли вы, что И нужно больше таких специалистов Как вы выпускаете И хотелось бы больше Но вследствие определенных причин В том числе и этого пресловутого Болонского образовательного процесса Болонской системы Чрезмерно перенасыщено Обучение студентов И было, и пока еще остается Гуманитарными дисциплинами В итоге технорей На самом деле Дай бог, чтобы один из параллелей Два-три было А все остальные хотят быть Блогерами, тиктокерами По сути дела так и есть Потому что, допустим Если взять другие направления Образования То там Желающие туда поступить Гораздо больше, чем к нам То есть С техническими дисциплинами Не важно Это у нас Это самое То же самое происходит в России То же самое происходит в мире То есть С техническими специальностями Есть проблема Как часто студенты Ваших специальностей Берут, скажем, второе образование Попутно Например, в гуденике ПТУ Чтобы получить сразу же рабочую профессию Ну, вот в данный момент Или вот какой-то период Три-четыре года назад Такого не было До этого было Люди Это самое Одновременно учились Пытались получить И основную специальность Инженерную И именно Трудовую специальность Чтобы можно было Что-то делать руками Было такое Сейчас Такого не Сейчас реже уже Сейчас реже, да Ну, на самом деле Я помню Даже мои там Одногруппники Там, когда учились На двигателях Внутренних сграничек Кто-то ходил на сварку Кто-то себе получал Профессии Старались Да, было 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 такое Ну, я немножко Рассказал о своей кафедре Теперь о другом немножко Да, давай Получается Я только свою кафедру хвалю Ну, кафедра Электроэнергетики То есть Это Кафедра, которую Выпускают специалистов По электроснабжению Предприятий Учреждений И так далее То есть Это специалисты Которые задействованы На работе На электрических подстанциях Линии электропередачи Дальше Они занимаются Прогнозированием потребления Электрической энергии На предприятиях Ну, и так далее То есть Тоже Воспределиванные специалисты То есть Мы получили Электроэнергию Есть потребитель А передавать Некому То есть Это довольно Важная Отрасль Которая Обеспечивает Бесперебойную подачу Электроэнергии Для различных целей Ну, и теперь Кафедра прибора Кафедра прибора Электрическая Да Ну, называется Кафедра прибора Но там у них Много направлений Они занимаются Системами диагностики Технической диагностики Различных устройств То есть Датчики И сбор информации Да, датчики Причем датчики Самые различные То есть Биотехнические системы То же самое Сбор информации То есть Устройства для Допустим Протезирования Тех же частей тела То есть Это тоже Сюда А, то есть Это биомеханические Протезы Да, биомеханические Протезы Но это тоже Очень сложное устройство Ну да, но это Считай робототехника уже Да, робототехника Но опять-таки Это связано С человеком Да И помимо того Что надо знать Какие-то технические Аспекты Ну, на биологию Биологию человека Знать То есть Тут тоже Много интересного Довольно интересного Перекрестная профессия Да, то есть Это Специальность на стыке Несколько специальностей То есть Та же медицина Та же Механика Те же привода И так далее Те же датчики То есть Ну и Здесь Здесь Те люди Которые Занимаются Приборами Они должны Знать Ту же Электронику Потом Ну и Где будут работать Это Те же Медицинские Отвреждения Различные Диагностические Системы Дальше Ну обслуживание Собственно говоря Вот этих Диагностических Различных Медицинских Ну да То есть Это сама Сервисы Центры По Обслуживанию Медицинского Оборудования И так далее То есть Спектр приложения Специальностей Прибора Очень широкий Куда обращаться У нас досталось Буквально Минутка Как к вам попасть Куда приходить Записываться И когда экзамен Приемная комиссия Приемная комиссия У нас работает Уже работает Это в голубом корпусе Административный Корпус Да Не Это первый Корпус Административный Это следующий За ним Между первым Высокий Да Между первым Да Да Приемная комиссия Работает С 9 До 17 Часов В субботу До 14 Ну прием документов Это надо прийти В приемную комиссию И это самое Потому что каждый год Несколько меняется Правило Но тем не менее Надо Аттестат Документ Удостоверящая личность Документ Об образовании Медицинскую справку Это то что я помню Ну да Там определенная форма Медицинская справка Тем не менее Вот на очную форму В нашем факультете Выделено 100 бюджетных мест Ого Неплохо То есть это навесил Довольно Да То есть Востребованная профессия В республике И поэтому государство Оплачивает Ну довольно таки большой Группный набор Да Так что все желающие Пусть приходят мы их Было бы желание Мы их научим Всему хорошему Да Большое спасибо Большое спасибо Желаем вам умных студентов Точнее умных абитуриентов И уже квалифицированных Выпускников и студентов Да Которые готовят Ваша Кафедра Факультет приборостроения Электрических И биотехнических Систем Напомню Нашим гостем Был Александр Владимирович Лайко Старший преподаватель Кафедры электромеханики Луганского государственного университета Имени Владимира Даля У нас небольшая пауза И мы продолжим